Помните, как Нью-Йорк Таймс постоянно писал статьи о проблеме нацизма на Украине? До 2022-го все в западной прессе только и писали про нацистов. Ультраправые в Европе, украинские нацисты, ультрарадикалы из Киева отказываются разоружаться, везде нацисты. И даже Беллингхэт. Да, украинцев всё ещё можно назвать на нацистами. Все об этом говорили. Все. И я упомянул Беллингхэт, потому что они работают на государство, поэтому это важно. Так что до начала украинского конфликта все говорили про нацистов на Украине. Но как только начался конфликт, всё прекратилось. Аарон Матте указал, и я рассказываю вам об этом потому, что Нью-Йорк Таймс наконец-то заговорили об этом. Вот. Аарон Матте в июне 15-го сказал, «Азов — это явные неонацисты», так говорила западная пресса. Но после того, как начался конфликт, их начали хвалить. Вы думаете, я шучу об этом? Украинские командиры поздравляют батальон «Азов». Их хвалят, а раньше они говорили вот что. Они говорили «белый молот и трезубец Степана Бандеры». Группа «Азов», открытые неонацисты, использующие символ Вольфсангеля. Так они говорили раньше, а теперь они поздравляют батальон «Азов». Разве это не удивительно? Это Нью-Йорк Таймс. Так что они раньше называли их открытыми неонацистами, а теперь их поздравляют. Это одна и та же газета. Видите, как работает пропаганда? А теперь у них вышла вот эта статья, говорящая, что нацистская символика на Украинском фронте свидетельствует о сложных моментах в истории. То есть они говорят, что эти парни просто ностальгируют. Вот здесь, сейчас я покажу. Со времени прошлогоднего вторжения России на Украину украинское правительство и его натовские союзники запостили, а потом тихо удалили три вроде бы безобидные фотографии со своих соцсетей. Одного солдата, стоящего в группе, другого отдыхающего в окопе и медработника, позирующего перед грузовиком. Но зачем им удалять эти фото? Ну, на каждом фото украинцы носили форму с известной нацистской символикой Германии, которая уже стала частью иконографии ультраправых групп. Вот чёрт! Фото и их удаление выявили сложные отношения между украинскими военными и нацистскими изображениями. Не с нацистами, а с нацистскими изображениями. Вот же что в его! Отношения, появившиеся во время оккупации с Советами и немцами во время Второй мировой, отношения стали особенно деликатными. Отношения между украинцами и нацистскими изображениями? Это... эти отношения стали особенно деликатными? Из-за того, что президент России Владимир Путин ложно объявил Украину нацистским государством. Это нацистское государство. Заявление, которому он оправдал своё незаконное вторжение. Украинцы годами работали над законодательством и реструктуризацией армии для сдерживания ультраправого движения, члены которого с гордостью носят символику, связанную с нацистской историей, и поддерживают взгляды, враждебные левым, LGBTQ-сообществу и этническим меньшинствам. Слушайте, если они уж такие ультраправые, то, наверное, вы бы могли и выкинуть их из своей чёртовой армии. Но вы не выкинули. Надо же, их так мало, что мы не можем от них избавиться! Они такие незначительные, что ничего не можем поделать. Но некоторые участники этих групп сражались с Россией с тех пор, как Кремль в 2014-м незаконно аннексировал Крымский регион Украины. Посмотрите на эту пропаганду. И теперь они стали частью военных образований. Кто-то даже считается народным героем. Хоть ультраправые являются политическим меньшинством, они не являются политическим меньшинством. Это какая-то хер из Нью-Йорк Таймс, и на это любопытно смотреть. Это как иконография этих групп, включая нашивку череп и кости, носимую охраной концентрационных лагерей. А также символ, называемый «Чёрное солнце», теперь всё чаще появляется на форме солдат, сражающихся на линии фронта. А я думал, что это всего небольшая часть, буквально единицы. А теперь они повсюду. Я думаю, вы не понимаете значение слова «единицы». Включая солдат, которые говорят, что изображение символизирует гордость и независимость. Украина, а не нацизм. Знаете, куклук-склан носил эти капюшоны, потому что они боялись солнечных ожогов, а не как символ ненависти. Это всё про наследие, а не ненависть. Это наше наследие. На короткой дистанции это грозит усилением путинской пропаганды. Так что то, что... Так что то, что нацистская символика теперь в армии повсюду, это является проблемой, так как усиливает путинскую пропаганду о том, что они все чёртовы нацисты. И вот теперь они повсюду ходят в нацистской символике, и теперь люди начнут думать, что это правда. Это то, что говорит Нью-Йорк Таймс. Они говорят именно это. Они говорят, что проблема в том, что Путин лжёт, когда говорит, что на Украине куча нацистов. А теперь украинские солдаты начали носить нацистскую символику. Так что теперь люди могут подумать, что всё это правда. А почему бы им не перестать носить нацистскую символику? Ну, это их история, они же не понимают. Вот что они собираются сказать. Готовы думать, я шучу? Более того, безразличие Украины к этим символам... У них безразличие. Ах, иногда даже их принятие рискует дать новую жизнь символам, на уничтожение которых Запад потратил полвека. Ой, они всего лишь глупенькие, не понимают, что делают, когда надевают свастику. Что меня беспокоит, говоря об Украине, это то, что на Украине люди при должностях не могут или не хотят признать и осознать, как эти символы смотрятся вне Украины, говорит этот херов-лжец, работающий на Беллинкет. Так что это... Люди в украинской армии просто туповаты, они не понимают, как это смотрится, когда бегаешь вокруг, надев нацистские символы. Они не понимают, даже когда происходит уже такое. Я думаю, что украинцам нужно побыстрее осознать, что эти символы уменьшают поддержку страны. Они этого не понимают. И это Нью-Йорк Таймс. Да, конечно. Пока что символика не подорвала международную поддержку конфликта. Нет, подорвала. Однако она поставила дипломатов, западных журналистов и группы поддержки в сложную позицию. Привлечение внимания к символике может придать сил российской пропаганде. Это неправда. Они думают, что мы какие-то нацисты. Это неправда, что здесь нацисты. Мы же все-таки не нацисты. И мы не можем заставить их остановиться. Умалчивание также ведет к привлечению внимания. Они имеют в виду пропаганду. Даже еврейские группы и организации против ненависти, которые традиционно говорят о такой символике, сохраняют полное молчание. Интересно, почему? Может, потому что каждый, кто указывал на это, сразу же назывался путинской марионеткой, и его сразу же пытались заткнуть? Как думаете, может, поэтому? Некоторые главы в частных разговорах переживали, что их могут посчитать распространителями российской пропаганды. Правда? Только в частных разговорах? Конечно же, это именно оно. Именно так и работает провоенная пропаганда. Также во время войны в Ираке они называли тебя сторонником Саддама, если ты говорил, что там нет оружия массового. Они делали так, то же самое и в Ливии, то же самое в Сирии. Они называли тебя садистом. Это так и работает. А теперь это. Они называют тебя путинской марионеткой. Вот так и работает провоенная пропаганда. Как только кто-то встает и начинает говорить правду про войну, его обзывают предателем. В апреле Минобороны Украины у себя в Твиттере выложила фотографию солдата, носящего нашивку с изображением черепа и скрещенных костей, известную как Тотенкопф или Мертвая голова. Этот конкретный символ на фотографии стал известен благодаря нацистскому подразделению, совершающему военные преступления и охраняющему концлагеря во время Второй мировой. Эта нашивка является официальным мерчем Дэссен-Джун, британской неофулг-группы, которая по заявлению Южного Центра правовой защиты создает язык ненависти, который использует темы и символики нацизма и фашизма. Антидеформационная лига рассматривает Тотенкопф как символ ненависти. Но представитель организации Джейк Хайман заявил, что нельзя делать выводы по поводу этого солдата или украинской армии, опираясь на эту нашивку. Чё, правда? Ты чёртов провоенный маньяк! Символ, хоть и оскорбительный, относится к музыкальной группе. Господи, просто не верится, что люди до сих пор всё ещё читают Нью-Йорк Таймс. Кто пишет всю эту херню? Группа теперь использует фото, выложенное украинскими военными, для торговли нашивкой Тотенкопф. Солдат на фотографии был добровольцем из подразделения под названием «Волки да Винчи», которое начинало как парамилитаристическое крыло украинского правого сектора, являющегося коалицией правых организаций и политических партий, которые милитаризировались после незаконной аннексии Крыма России. Люди в Крыму проголосовали за присоединение к России. Почти все они говорят по-русски и хотят быть частью России. Как минимум, ещё пять фотографий в Инстаграме и Фейсбуке волков показывают их солдат, носящих нацистские нашивки, включая Тотенкопф. Подразделения вроде «Волков да Винчи», широко известного полка «Азов» и других, которые изначально содержали ультраправых членов, были влиты в украинскую армию и были полезны для защиты украинцев от российских войск. Так что они показывают их как хороших парней, они хорошо сражаются с Россией. Полк «Азов» поздравляли с тем, что они держались под атаками русских в прошлом году в Мариуполе, после того, как командир «Волков да Винчи» был убит в марте. Его похоронили как героя, даже Зеленский приезжал. Я знаю, так как он поддерживает этих нацистов. Итак, это был Нью-Йорк Таймс, пытающийся отбелить нацистов на Украине. Глен Гринвальдс написал «Замечательная статья Нью-Йорк Таймс о весьма неудобном факте того, что фото украинских солдат и главных батальонов так часто содержат нацистскую символику и нацистские флаги. Десятилетиями западная пресса предупреждала о том, что главные украинские бойцы — нацисты. Либералы США стали главным в мире защитником нацистов. И более того... Вот Нью-Йорк Таймс, неохотно признающая проблему с нацистами, но не потому, что они нацисты, а потому, что нацизм может усилить российскую пропаганду. Наш друг Вива Фрай говорит, что проблема не существования нацистов на Украине и в украинских войсках, а проблема в том, что Путин будет использовать этот факт, чтобы обозвать их нацистами. Я всё правильно понял? Ты всё правильно понял, Вива. Всё правильно понял. Уилл Менекер написал «Ну, пока они не фанаты Роджера Уотерса». Это смешно. Итак, вот значит что. Нью-Йорк Таймсы с кожи вон лезут, чтобы отбелить нацистов, так что продолжайте, с***, голосовать за демократов и республиканцев. И продолжайте читать свои идиотские корпоративные новости. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok